Под хороший фильм хочется перекусить. Матушка Готель решила посмотреть новинку кинопроката. Но охранник строго-настрого запрещает входить в зал со сладостями. Никакие уговоры не действуют, порядок есть порядок. Беспредел, а если я сладкоежка? Что за несправедливость? Ну и ладно, я придумаю, как все это съесть. Из черной, как ночь, ткани сшиваем мантию. Отдельно капюшон, который скрывает лицо. А вдоль воротника вклеиваем жгут, чтобы затянуть мантию и спрятать больше еды. Готель настроена серьезно. Эскимо, рожки, шоколад, запаса сладостей хватит целому залу. Только это останется нашим маленьким секретом. Готель решилась на вторую попытку. Проверила запасы, охранник окинул ее взглядом, но ничего не заподозрил. Героиня зашла в зал и решила угостить остальных зрителей. Ничего себе, возьму эскимо. Парень рядом тоже угостился сладостями. Упс, это охранник. От его фонаря не скроется ничего. Я же говорил, никаких сладостей. Рапунцель обожает сладости. Особенно радужные полоски кислинки. Но как же их пронести с собой? Есть идея. Возьмем несколько полосок, закруглим края и зафиксируем их на заколки. Украсим розочками и яркими полубусинами. Охранник точно ничего не заподозрит. Это просто нарядные трессы. Премьера фильма. В кинотеатре ажиотаж, но охранник строго осматривает посетителей. Рапунцель пришла в кинотеатр со сладостями в волосах. Ваш билетик? Вот, пожалуйста. Так, пятое место, седьмой ряд, проходите. Ура, спасибо. Ох уж это мода. Что-то мне напоминают ее трессы. Ю-ху! План Рапунцель сработал. Попала на сеанс. Принцесса заняла свое место и довольная начала подъедать сладкие трессы. Но бдительный охранник заметил нарушение порядка. Не зря я вас заподозрил. На выход. Девушка в торопях, покидая зал, потеряла одну трессу. Охранник не прочь перекусить сладеньким. Не пропадать же добру. Столько аппетитных маршмеллоу и желейных конфеток. Флористы придумали вкусные букеты специально для сладкоежек. Нанизываем их на шпажки, а с остальным справится упаковочная бумага. Красиво, оригинально и вкусно. Нэнси ждет парня в кинотеатре. Джон опять опаздывает. Невыносимо. Но все оказалось иначе. Он просто задержался в бутике с подарками. Потрясающий букет. Парочка обнимается так искренне, что умилился даже охранник. Билетики. Все в порядке, проходите. Ура, у нас получилось. Пропустили совсем немного. Пара принялась распаковывать букет и шуршать упаковкой. Прекратите! Шумят, закрывают экран. Что за зрители? Не волнуйтесь, леди. Вот вам сладкая компенсация. Кружочки шоколадной глазури следует хорошенько растопить до однородной массы. Элис та еще сладкоежка. Без шоколада не может обойтись ни дня. Окунаем ножки в глазурь. И украшаем шоколадную обувь со съедобными бусинками. Девушка сидела у входа в кинозал и ела любимый шоколад. Но замечталась и пропустила свою очередь. Элис вскочила и, позабыв про шоколадку, побежала на сеанс. Простите, леди, с едой вход запрещен. Элис, недолго думая, решила сделать себе обувку из оставшегося шоколада. У охранника нет вопросов. Хе-хе, вот я попала в зал. Пора приступать к десерту. Сидевший рядом парень увидел, как девушка ест свою ногу. Хм, может это спецэффекты от кинотеатра? И у меня тоже что-то есть? Но в кроссовке оказался только порванный носок. О боже, она заметила, чем я тут занимаюсь. Лучше бы посетил следующий сеанс. И парень сполз по креслу от стыда. Синди пришла в кино с леденцом. Подумаешь, он ведь даже не пачкается? Юная леди, он может застрять в волосах у соседей. Пришлось отдать леденец охраннику. Ну и ладно, зато посмотрю фильм. Всюду хрустит попкорн. А животик Синди урчит от голода. Из проволоки скручиваем каркас оправы для очков. Украшаем бусинками. А леденцы способны загипнотизировать бесконечной спиралью. Сладкие линзы на местах. Оправа готова. Попытка номер два. Теперь Синди подготовлена. Впустите меня в кинозал. Конечно, проходите. Приятного просмотра. Гипноз подействовал на охранника. Ой, забыла купить колу. Поделитесь своей. Берите весь стаканчик, мне не жалко. Синди ест сладкие очки и запивает колой. Модельеры в бешенстве. Ла-Ли-Лу первыми придумали шляпу-пиццу. Вырезаем круг фоамирана. Склеиваем тулью. Соединяем заготовки. Прорезаем отверстие. И накрываем последним кружочком. Пит обожает фастфуд. Особенно пиццу. Оставить ее одну остывать дома? Ну уж нет. Украшу ею поля шляпы. Скажу, что дизайнерский ход. Пит пришел в кинотеатр. Охранник подозрительно смотрит. Пицца вкусно пахнет. Но тщательная проверка ничего не принесла. Еды нет. Эх, придется пропустить. Наконец-то! Вот билет! Но объемная шляпа закрывает часть экрана девушкам. Сними это, парень! Что ж, приму это за знак. Пора перекусить. А я и не против. Мэнни увидела у парня аппетитное блюдо. Где вы нашли такой огромный бургер? Кафе в Лолигарде готовят лучшее. Девушка не упустила шанс заказать гигантский бургер. Ой, сеанс вот-вот начнется. Захвачу бургер с собой. Стоп, туда же нельзя с едой. Неужели пропадет зря? Сейчас Лолилу что-то придумают. Превращаем бургер в сумку. Обклеиваем дно полоской фоамирана. Подвешиваем сумку на пару цепочек. Все получилось. Мэнни едва успела. В торопях забегает и протягивает охраннику билеты. Он уже хотел пропустить девушку, но странная сумка накапала на кроссовки. Кто мне компенсирует новую обувь? Непорядок. А Мэнни уже забежала в зал и заняла место. Упс, охранник явно не в настроении. Ищет подозреваемую с бургером. Мэнни ловко прячется между креслами. Фу, не заметил. Драже Мэн Дэнс рассыпалась в надпись Ла Ли Лу. Нанизываем конфетки на нитку. Пары рядов достаточно. Фиксируем застежку. Трендовое съедобное украшение идеально подходит под образ Венди. Девушка так долго подбирала лук, что не сомневается в своей неотразимости. Чары подействовали даже на охранника. Он залюбовался и не заметил подвоха. Если все в порядке, я пройду? Не смею вас задерживать. Венди расположилась, а в самые волнительные моменты хрустела сладкими бусами. «Аватар» — ее любимый фильм. Парень сзади явно не выдержал напряжения сюжета и решил сбежать. Чупа-чупс — самый известный леденец на палочке. Но для Барби ножка явно великовата. Укоротим длину. Ммм, мой любимый вкус. Охранник решил размяться. Видел в ТикТоке движение. Потренируюсь, пока никого нет. Недолго длились танцы. Нет, леди, с леденцами нельзя. Так и знала. Эх, есть запасной план. Барби отошла подальше, отвернулась и спрятала чупа-чупс под платье. Мой сладкий малыш поможет пробраться в зал. Кто-то забыл очки. Удачно. Пропустите даму в положении. Хмм, где-то я ее уже видел. Ну да ладно. Охранник добродушно впустил даму в зал. Барби заняла место. Ой, у вас мальчик или девочка? Еще не делали УЗИ? У меня чупа-чупс. Вот шутница. Или нет? Жасмин набрала с собой кучу вкусняшек. Сейчас рассыпятся. Сложим еду в крафтовый пакет. Точно все поместится, даже запасная картошечка фри. Берем его с собой, запрыгиваем на ковер самолет и летим в кинозал. Вы что, задумали с этим пройти в зал? А что такого? Запрещено, строго-настрого. Пришлось Жасмин придумать лайфхак. Расстелить ковер и завернуть всю еду внутрь. Никто и не заметит. Принцесса вернулась к охраннику повторно. О, вижу, вы исправились. А ковер зачем? Мое транспортное средство. У вас нет парковки для ковров. Ну ладно. В зале сложно продвинуться с таким грузом. Жасмин мешает зрителям. Поосторожнее! Наконец-то уселась. Но, как назло, охранник осматривает зал. Хоть бы не заметил чипсы и вкусности. Повезло! Жасмин угощает соседку. Эти двое подружились. Целый день клиенты кинотеатра забывают о правилах и приносят с собой еду. Ходдог нельзя. Ну ладно, держите. Придется доесть. Не пропадать же еде. Ха-ха! А этот зритель пришел с колой. Брал ее полчаса тому. Неправда, у нас другие стаканчики. Поймали врунишку. Отдавай колу. Как раз хватило запить хот-дог. Жмите лайк и подписывайтесь на Лалилу. Конец!